Торжественно, величественно, красиво! Праздник города на Волге открывает парад кораблей. 431 день рождения Самар отмечает на набережной. Над Великой Русской рекой появляются вертолеты Ми-2, Ми-8, легендарный самолет Ан-2. Авиашоу, организованное при поддержке губернатора, захватывает дух. Из Тверской области с показательными выступлениями в Самару прилетели ударные вертолеты «Ночной охотник» и «Аллигатор». Воздушное пространство в распоряжении пилотажной группы «Беркуты». Первый раз Самар отмечает день рождения в статусе города трудовой и боевой славы. Самарцы всегда стремились быть лидерами, быть победителями. И мы всегда этого добивались. Мы сегодня космическая столица страны. Мы сегодня восстанавливаем наши автомобилестроения. Мы развиваем нефтехимию. Мы благоустраиваем наши города и прежде всего нашу столицу. Самарцы отмечают, как преображается родной город. Вижу, как она хорошеет. Конечно, большая разница, огромнейшая. С тем, что было раньше и что сейчас. Красиво, здорово. Везде ремонтируют дамы, а всякие улицы, дороги отремонтировали. Стал город чище намного, чем был ранее. Вообще, многое изменение произошло за последний год. Масштабные стройки повсюду. По федеральной программе идет ремонт четвертой очереди набережной площади Куйбышева, Струковского сада. Я искренне хочу поблагодарить вас за то понимание, которое вы проявляете в период таких грандиозных преобразований в нашем городе. Осталось еще совсем немного, и город приобретет совершенно новое звучание, совершенно новый вид. Он будет выглядеть как самый современный, как самый лучший российский, европейский город. Поздравить родную Самару пришли более 100 тысяч горожан. Концертные и интерактивные площадки протянулись по всей набережной. У бассейна ЦСКА ВВС собрались поклонники спорта. Уже в июне следующего года в Самаре пройдет грандиозное спортивное событие мирового масштаба. И именно футболу, и предстоящему чемпионату мира посвящена одна из самых популярных площадок на набережной. На сравнительно небольшой территории прошли десятки футбольных матчей. Не было никаких ограничений по возрасту, только по росту. Игроки должны быть выше 130 сантиметров, чтобы удобно было играть за футбольным столом. Ну а старт турниру дали послы чемпионата мира 2018 года от Самары. Анастасия Мыскина, Евгений Савин, Сергей Войтенко и Олег Каноненко поздравили самарских болельщиков с Днем города. Устроили фото и автограф сессии. Я от всей души поздравляю вас с Днем нашего любимого города. И самое главное, что желаю всегда космонавтам, это удачи. Удачи вам и здоровья. Об истории города можно было узнать в шатре Самара-2018. А на интерактивной площадке проекта формирования комфортной городской среды для маленьких горожан прошел художественный мастер-класс. А родителям рассказали, как стать участниками федеральной программы. Все просто. Нужно провести собрание жителей дома, решить, что нужно сделать во дворе и подать заявку в администрацию района. Главное условие – инициатива. В этом году в Самаре благоустроят почти две сотни дворов. Здесь же самарцы отвечали на вопросы, какими должны стать набережная и парк Воронежские озера. Праздничная программа длилась весь день. Кульминация – концерт на главной сцене у памятника Григорию Засекину. Завершился яркий городской праздник выступлением группы «Дискотека. Авария» и «Фейерверком». Марина Кравцова, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова